Миграционная политика, скажем так, имеет несколько векторов. Первый вектор это усиление мер ответственности, контроля за внешней миграцией, естественно. Мы не говорим про внутреннюю ни в коем случае. Внешняя миграция это усиление требований к трудовым мигрантам, те, кто хочет сюда приехать работать. Это один вектор. И усиление мер ответственности. Как для тех, кто сюда приглашает или ввозит мигрантов незаконно, так и для тех, кто здесь совершает правонарушение, и с числа мигрантов имею в виду, чтобы их потом просто-напросто не пускать обратно. Вот это первый вектор. Второй вектор это привлечение в страну и облегчение приезда в страну, получение гражданства для соотечественников, тех, кто признан соотечественником в соответствии с законом и участвует по программе в содействии переселения соотечественников. Это другой вектор миграционной политики. Те, кто неразрывно связан с российской культурой, русским языком, тот, кто считает себя частью нашего общества, нашей культуры, нашей цивилизации, российской цивилизации, тех мы приглашаем, и для тех мы создаем условия получения гражданства, чтобы они могли сюда приехать с семьями и работать. Это вообще миграция, это неотъемлемая часть жизни любого общества, любого государства. Нет стран, куда никто не приезжает, и нет стран, из которых никто не уезжает. Наверное, есть вообще отдельные государства, которые просто сформировались за счет мигрантов, за счет миграции в свое время. И, в общем, есть в этом и отрицательный, и положительный опыт, но считать мигрантов неким, так сказать, абсолютным злом, это, опять же, попытка настраивать против них общество, попытка создавать конфликт. А конфликт здесь не надо создавать. Надо спокойно, разумно регулировать эти процессы, надо спокойно, разумно к этому относиться. Чем больше будет криков, эмоций, истерики по этому поводу, тем меньше будет нормальной продуктивной созидательной работы по регулированию процессов миграции.